Мы опять куда-то быстро движемся? Интересно, куда? Скоро и я, как все остальные люди, буду издавать этот звук «врум-врум», когда быстро куда-то движусь. Я хорошо выучил этот голос снаружи. Он меня очень любит. Здесь так тесно, но ничего. Я думаю, это в первый и в последний раз. Я начал говорить сам с собой после того, как тут появился. Больше тут говорить не с кем. Разве что с этим голосом, что снаружи. Но он меня не слышит. Я так думаю, потому что он мне не отвечает. Интересно, а могло бы нас здесь быть двое или даже трое? Да нет, тут так тесно. Я хочу поскорее начать видеть, чтобы увидеть этот большой и прекрасный мир «врум-врум». Еще эта штука здесь мешает мне постоянно. Хватит себя накручивать. Ну, наконец-то! Сегодня мы с родителями идем в зоопарк! Папа купит мне мороженое, попкорн и пепси. А потом, а потом мы пойдем кататься на машинках. Та-да-да-да-да-да! Обожаю машинки! А потом мы пойдем кататься на колесе обозрения. И я увижу этот прекрасный большой мир. Ну, или хотя бы контрактовую. Обожаю зоопарк! Мам, мам, а мы увидим тигра! Фу, нет! Ну, почему? Почему всегда эти дурацкие сандалии? Они такие неудобные! Идем в зоопарк? Пожалуйста! Но обязательно в этих дурацких сандалях! Не иду в школу? Окей! Но тогда весь день приходится помогать маме. И выучить уроки в школу на завтра? Обязательно! Ну, а как я их выучу? Если я сегодня не был в школе? Они вообще меня не понимают! Подарили денег на день рождения? Окей! Но их нужно отдать маме. Она купит мне эти дурацкие сандали и колючий свитер. Поскорее бы стать взрослым. Тогда я буду сам решать. Когда мне смотреть телевизор? И сколько мне делать уроки? Так. Так и сделаем. Интересно. А что появлялось раньше? Динозавры? Или бабушка с дедушкой? Наверное, динозавры. Потому что их я не видел. А бабушку с дедушкой видел. Вот они-то, наверное, видели динозавров. Самолет. Круто, 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 круто. А как он вообще висит в воздухе? Вот птички, да. У них крылья. Они ими машут и потому летают. У-у-у. Что? Фу. Пирожуля. Ну почему взрослые всегда со мной сюсюкаются? Я же с ними нормально общаюсь. Я уже взрослый. Я все знаю, чтобы быть взрослым. Дорогу на зеленый свет. С дядями чужими не разговаривать. Жвачку не глотать. Ой, не-не-не-не-не-не-не-не. Это ж мамина любимая ваза. Мама говорила мне не бегать по дому. Не-не-не, я не могу сказать маме, что это я ее разбил. Это, да, да, это кот. Кот запрыгнул, сбросил ее, и ваза разбилась. Да, да, так и скажу. Ой, ну тогда они накажут кота. А Гришка на меня обидится. Ведь он-то знает, что он не разбивал эту вазу. Ой, что делать? мамам это 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 не я это гришка запрыгнул и и вазу сбросил мне так мне так хорошо с ней мне так нравится ее волосы все эти дурацкие вопросы она она хочет научить меня кататься на коньках это отвратительная идея как по мне раньше я раньше я очень любил зиму и лед а сейчас сейчас я люблю ее а зиму я ненавижу потому что она хочет научить меня кататься на коньках это не единственная и отвратительная идея но мне грех жаловаться ведь от нее так приятно пахнет мне так хорошо с ней но меня напрягают ее ответы по типу потом позже не сейчас дима давай завтра или послезавтра это так неприятно да катя привет ну как ты там рассказывай как уезжаешь а что ж ты раньше не сказала не хотела говорить мне потому что не знала точно не хотела говорить мне катя катя останься кать останься забери все самое ценное все мои деньги все мои воспоминания только прошу останься хотя бы чертами своего лица в девушке живущей по соседству нужно уговорить ее остаться дима ты так долго к этому шел у тебя все получится проект готов команда собрана сегодняшний день решит все какой путь пройден колоссальная работа я горжусь собой жаль что с друзьями так просто не бывает как на работе вот по работе там как договорился поговорил и все назначили дедлайн готовьтесь хорошо что я тогда не поехал к кате с ней бы я не добился того что имея сейчас она сейчас где-то там далеко наверное счастлива без меня пора ехать на работу я прожил эту жизнь для себя и ради себя и ради себя я думал что сделать что-то потом не сейчас не сегодня и даже не завтра но начиная делать что-то сейчас это уже поздно я чувствую что внутри меня будто установлены песочные часы и я чувствую как каждая песчинка падает в нижний отсек в нашем мире чтобы стоять на одном месте нужно бежать в два раза быстрее а чтобы продвинуться дальше нужно бежать еще быстрее но нужно ли тебе куда-то бежать или стоять на том месте возможно твое место здесь рядом с ней рядом с друзьями близкими людьми которым от тебя кроме тебя ничего не нужно и тебе от них также смысл жизни в том чтобы найти причину ее отдать найдя причину жить ты должен найти причину отдать ее всю целиком ту которую сделал ты ту которая сделала тебя тебе не нужно стремиться быть кем-то быть каким-то не таким не такой как все всегда такой же как и остальные я чувствую как внутри меня установлены песочные часы я чувствую каждую песчинку которая падает в нижний отсек это мир одинок потому так Жесток, ему холодней Дальний свет площадей Я боюсь быть один Я боюсь быть с ней Только знаешь, мир зря Так боится людей Ведь он в космосе там Абсолютно один Мы одни в наших здесь Лабиринтах квартир Заменили тебя Но ты незаменим Ведь ты в космосе здесь Абсолютно один И ты чувствуешь, что Ты, возможно, не тот И ты чувствуешь, что И она ведь не та Весь твой мир Это будто бы круговорот Неужели опять Меня ждет Темнота Спасибо Спасибо